В отличие от многих других производителей, Volkswagen активен не только в сегменте кроссоверов. Про традиционные легковушки он тоже не забывает. Сегодня протестируем одну из таких машин. Jetta последнего поколения заметно увеличилась в размерах. Длина кузова перевалила за отметку 4,7 метра. Дизайн стал солиднее, светодиодные фары вошли в стандартное оснащение. Автомобиль построен на модульной платформе MQB. Спереди, как и раньше, подвеска Макферсон. А вот сзади вместо многорычажки используется более простая и недорогая в производстве упругая балка. Цены при этом подросли. Так за тестовый образец просят без малого миллион девятьсот тысяч рублей. Конкуренты Kia Cerato, Hyundai Elantra, Toyota Corolla. Внутри типичная немецкая обстановка. Никакой вычурности. Всё лаконично, не броско, функционально. По последней моде здесь установлена виртуальная панель приборов. Конкуренты такой пока предложить не могут. Экран мультимедиа системы невелик. Но к качеству изображения, удобства интерфейса и откликам на прикосновения вопросов нет. Как нет их и к удобству посадки. Кресло скроено, как под меня. Сидение, кстати, обшито не натуральной, а искусственной кожей. Но для этого класса норма. Покритикую скромный обзор через заднее стекло. Его заслоняют неутапливаемые подголовники. Пассажирам второго ряда просторно. На тесноту не будет жаловаться никто. Джету собирают в Мексике. Но при этом она оснащена мотором, который сделан у нас в Калуге. Это атмосферник, рабочим объемом 1,6 литра, который развивает мощность 110 лошадиных сил. Рекомендуемый бензин для заправки АИ-95. Мотор этот прослыл надежным. То же самое относится и к шестиступенчатому автомату. Но бодрости духа им не достает. Если ехать спокойно, то все в порядке. При активном же стиле вождения возможностей силового агрегата становится недостаточно. Сюда так и просится еще лошадок 15-20. Уже с первых метров движения чувствуешь фольксвагеновскую породу. И она мне нравится. Импонирует выверенные усилия на руле и быстрота откликов на команды водителя. Подкупает то, как охотно авто заныривает в скоростные повороты и с какой цепкостью держится за траекторию. Ну и похвалю за энергоемкую подвеску. На ухабах ее не пробивает. Единственное, чего не хватает, так это современных водительских ассистентов. В машине с такой ценой адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе должны быть априори. Джета автомобиль хороший, но уж больно дорогой. Немного доплатив, можно приобрести более статусный Passat. В общем, вопрос цены спорный.